Дом Милосердия именно так сегодня можно назвать территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Бреста. Люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, инвалиды, пенсионеры, нашли здесь тепло, заботу и поддержку. Для многих из них центр и его сотрудники подарили вторую жизнь. Жизнь, полную новых открытий, начинаний и ощущение того, что ты нужен обществу и миру. Напомним, что территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Бреста был создан 23 февраля 2004 года путем разделения Брестского территориального центра социального обслуживания пенсионеров. Сегодня в учреждении функционируют семь отделений, работает более 179 человек, а вся деятельность направлена на поддержку пожилых людей, граждан с ограниченными возможностями, ветеранов, семей, воспитывающих детей. За последние пять лет количество сотрудников центра и получателей услуг выросло больше, чем на 40%. Но если брать цифры, то количество сотрудников 180 человек, а количество получателей услуг 1850. И, конечно, каждый человек, который обращается к нам в центр, это комплимент, который делает сотрудниками нашего центра. То есть, если они приходят к нам, значит, мы нужны, важны и делаем хорошее дело, выполняем свою работу качественно. Институт третьего возраста – это, конечно, такое особое формирование сгусток мудрости, энергии и оптимизма. За последние годы он вырос на 450 человек. И сегодня от 290 на начало 2020 года, и в этом году уже мы насчитываем более 890 человек. За эти годы центр развился. Развился как количественно в объемах, так и качественно. Они уже не вмещаются в одном здании, уже используют здания по всему городу. В 2022 году образовали филиал, который находится на Речице. Район, скажем так, не совсем молодой. И для того, чтобы жителям микрорайона Речица не ездить в территориальный центр, в город добираться, был организован филиал в микрорайоне, который находится непосредственно удален от центра. Конечно, 177 работающих, 7 отделений. Кроме того, что это стандартные, присущие для учреждения данного типа направления, чем отличается Ленинский территориальный центр, это всегда новаторы. Во многом всегда в республике были первыми. Это много очень примеров. Можно говорить, институт третьего возраста и работа с многодетными мамами, с трудными подростками, с семьями. Поэтому и всегда наш Ленинский территориальный центр в конкурсах среди центров области и республики всегда в призовых местах. Во многом благодаря атмосфере, которая царит на всех мероприятиях, которые организовывает территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района, каждый подопечный обретает долгожданный смысл своего существования, а сотрудники, в свою очередь, вдохновение на продолжение своей нелегкой, но такой благородной миссии. Пришла, конечно, я сюда случайно, осталась навсегда. Теперь территориальный центр для меня как родной дом. Подопечные тоже как родные, любимые люди. Подопечные бывают разные, но в большинстве, конечно, в своем они хорошие, положительные люди. У многих у них я даже чему-то учусь, каким-то качеством, даже советуюсь. Ну, и они вызывают во мне положительные эмоции. У нас много отделений, много перспектив, много молодежи. Ну, и работаем потихоньку. Сейчас, проработавши 25 лет, я знаю, что это такое работа и как-то чувствую какую-то ответственность. Потом у меня пожилая мама. И как-то сравниваешь, хочется просто помогать. Одной вот только в марте исполнилось 95 лет, другой в январе исполнилось 94 года. Так что подопечные даже не моя мама, а мои бабушки получаются. Как бы, ну, люди разные, конечно, бывают. Есть какие-то вредненькие, есть какие-то хорошие, есть которые просто благодарят. Любочка, хорошо, что ты просто пришла. Вот ей не надо там что-то такое, что ты пришла, что ты посетила, что я жива, и мы еще увиделись. Сегодня 179 таких уверенных в своем призвании сотрудников помогают людям, нуждающимся в поддержке. Именно они являются работниками и руководителями ста кружков и проектов. Все эти инструменты – специализация разных возрастных групп, лишь малая часть той работы, которую проводят сотрудники учреждения. В итоге, по прошествию 20 лет, есть о чем рассказать и чем гордиться. За последний год даже можно сказать, что мы получили пять грамот, которые, можно говорить, являются высокой наградой. Первая – это, конечно, грамота Министерства труда и соцзащиты. Мы победили в конкурсе проектов «105 идей» для отрасли, для развития отрасли. Проект «Наш супер бабушка». Это была награда второе место по благоустройству в Ленинском районе. Была даже грамота от республиканского общества пожарного. И нас поздравили с Днем спасателя, потому что мы вносим определенный вклад в профилактику пожарной безопасности. Ну и много других наград, конечно, всех не перечесть. В этот день, проходящий под знаком доброты, на торжественном празднике чествовали представители благороднейшей профессии, которая не на словах, а на деле демонстрирует лучшие качества души человека – бескорыстие, милосердие, самоодачу. Здесь не может быть случайных людей. Это труд по призванию. Он по плечу только избранным – тем, кто целиком отдает себя заботе о людях. Сотрудники территориального центра – это, конечно, штучный товар. Это люди, абсолютно преданные своему делу, потому что территориальный центр – это работа с абсолютно разными категориями граждан. Это и пожилые, это инвалиды, одинокие, одинокопроживающие, это многодетные семьи, трудные семьи. То есть, ну, за ту небольшую зарплату, которую получают бюджетники, это люди, абсолютно преданные своему делу, и которые выполняют его абсолютно добросовестно и порядочно. 20 лет – это целая эпоха для людей, которые в силу своей профессии берут на себя проблемы подопечных и по мере своих возможностей пытаются разрешить эти проблемы, тем самым помогая семьям. С каждым подопечным в центре они проводят огромную кропотливую работу. Именно потому, именно сегодня, в честь 20-летия центра, они главные гости праздника. Ведь именно они – те самые добрые люди с добрыми мыслями и добрыми сердцами. И именно своей добротой они помогали и будут помогать еще многим человеческим сердцам.